Действительно очень важное и знаковое событие сегодня происходит в жизни нашего города. Сегодня мы присутствуем при возрождении храма, храма Петра и Павлова. Того храма, которого мы долгие годы хотели действительно возродить, но были определенные сложности. Но вот сейчас, скажем так, с Божьей помощью, с помощью нашей церкви, все-таки нам удалось это сделать. И сегодня мы освящаем купола. Соответственно, сегодняшний день можно считать днем рождения, нового, второго рождения храма Петра и Павлова. Того храма, который был основан в середине 19 века нашими ионгородскими, ионгородскими купцами Орловыми, прах которых покоится также в этом храме. Что преображается с каждым днем, вот все это вашими молитвами. Потому что безумно... Храм созидается молитвой, прежде всего. Если есть кому молиться, если совершается богослужение, то и храм возрождается. Вот просто так храм не построишь на одних деньгах. И это люди всегда понимали. И тем более отрадно, что есть некий, что ли, смысл высший в этом событии, то, что храм возрождается. Именно этот. Почему? Потому что ведь это храм-усыпальница. Здесь похоронены купцы Орловы, это отцы города, Ивангород, и Нарвы. Люди, которые реально много делали для этого города, и для жителей этого города. И в этом есть высшая справедливость, что наконец-то они обретают достойное место упокоения, которое было много, десятилетия сквернено после войны. К сожалению, находилось в ужасном состоянии. А теперь, слава богу, снова все обретает тот вид, который и должен быть. В данный момент заканчиваются реставрационные работы по монтажу куполов, также кровельных работы и внутренние работы храма под усыпальницей. Следующий этап у нас запланирован на следующий год, потому что сейчас уже выходим в холода. Это здесь уже крыльцо и дорожка. Благодаря определенным воздействиям властей города Ивангорода, лично Карпенко Виктора Михайловича, эти работы были произведены в определенный срок и без каких-то там со стороны усилий, можно так сказать. Дальше здесь настоятель, отец Ярослав, который ведет службы, храм действующий, все внутри тепло, хорошо стало. Сегодня произошло великое историческое событие, для этого храма, о котором мечтали, я думаю, что уже, наверное, с 90-х годов. В общем-то, произошло, так скажем, освящение куполов на храм. Восстановление этого храма предпринимались попытки еще в 90-х годах. Я сам помню о том, как на этот храм приходил сюда из Нарова и стали делать, в общем-то, деревянные купола. Но потом это все сожгли. Потом это дело, так скажем, в общем-то, потом это дело восстановлением этого храма. Никто, никто не занимался. И вот в 2021 году, в мои месяцы, я получил указ о назначении сюда настоятеля, в этот, в этот, в этот, петербургский петербургский храм. Прямо нужно сказать, когда я сюда вошел, я ужаснулся. Здесь, так скажем, в полторы части, где мы сейчас видим, расслеплены деревья. Там, где находится сейчас притвор, камни, начнутый буроломник. Для того, чтобы было войти в храм, было, так скажем, достаточно тяжело. Где мы находим сейчас скобы для пола. Трава, грязь и вот таким, и вот таким вот образом. И вот, так скажем, сегодня, так скажем, закончился второй этап, в общем-то, восстановительных работ. Второй этап, в общем-то, восстановительных работ произошел, в общем-то, благодаря, в общем-то, поддержке, в общем-то, благочинного Нарской Печудской епархии, настоятеля храма, Нарской иконы Божематери, протерея Виталия Гаврина. Первый этап, в общем-то, мы закончили 30 июля этого года. Приезжал епископ Гатчинский, Гатчинский-Елужский Митрофан, провел малое освещение этого храма. И первый этап, в общем-то, произведен был, в общем-то, благодаря, в общем-то, в общем-то, в общем-то, проубежной казачьей сотни города Ивангорода. Хочется еще сказать о том, что хочется еще сказать о том, что храмы, конечно, восстанавливает не священник, а, конечно же, сам Бог. И, конечно же, народ. Восстановление храма, почему-то, производится именно тогда, когда есть приход. В общем-то, к великому сожалению, во многих, во многих, в общем-то, во многих, в общем-то, восстановленных храмах есть, в общем-то, меценаты, делают стены, а прихода нет. У нас уже, вот я могу, так скажем, порадоваться, сложился хороший, дружный костяк прихода. Приход уже у нас есть. Чем мы, чем мы собираемся заниматься дальше? Приблизительно, через месяц, возобновим совершение божественных литургий в этом храме для этого нужно еще бы подготовиться, шить облачение, нам престол, все поставить на свои места, завести церковную укутываль, и, конечно, потом, постепенно, проводить третий и заключительный этап восстановления храма. Что это будет? Нужно эти стены обработать и покрыть их лаком. Это первое. Потому что сейчас стены сырые, стены, это, так скажем, помещение крыши. В общем-то, крыши не было, все помнят, были одни эти стены, больше ничего не было вообще. И по этому поводу стены просто-напросто сыпятся. Обработать стены, покрыть их лаком, и заключительный этап это колокольня. Службы, конечно же, у нас идут, они были, и мы их, так скажем, не прекращаем, все восстановление, все, так скажем, восстановление храма. Молебна панихиды, мы служим здесь с 3 июля 2021 года. В начале это было 3 июля 2021 года. Мы сделали субботник и на улице, еще, так скажем, перед храмом отслужили первый молебен. Затем 12 июля здесь был уже сделан временный настил, настил пола, и народ уже смог войти временно хотя бы поддав храм, в общем-то, и отслужили праздничный молебен. Субботник перед субботник Продолжение следует...